Дорожные полиции Через год Благовещенск примет всероссийские соревнования по компьютерной грамотности. Причиной стал циклон, пришедший на Дальний Восток с севера Китая. С Поднебесной его жертвами стали двое погибших, а семь человек пропали без вести. Этот циклон оказывает влияние на погоду в Амурской области уже в течение двух недель. За это время в регионе выпало 22 мм осадков. Впрочем, никаких подтоплений такой дождь не спровоцирует, делятся синоптики. Разве что настроение подпортит. В ближайшие несколько дней устойчивый циклон, а ждать нам не следует. То есть сказать, что дожди будут сильными или какой-либо мощный циклон собирается выходить на территорию Амурской области, нет, не собирается. Поэтому область со спрояснениями, временами дождь и на юге области не сильно высокий температурный фон. Первый в этом году несчастный случай на воде произошел вблизи села Дмитриевка в Ивановском районе. Накануне там погиб мужчина, который неудачно нырнул в воду. Он прыгнул с обрыва и ударился головой о твердый предмет, предположительно камень или корягу. Захлебнулся и погиб. Тело мужчины привезли в Благовещенск для проведения судмедэкспертизы. Расследованием происшествия занимается оперативная группа ОМВД Ивановского района. Спасатели напоминают, что несчастные случаи на воде связаны в основном с купанием в необорудованных местах, где дно водоемов не обследовано и не дежурят спасатели. Бдительность соседей помогла избежать человеческих жертв в пожаре, который произошел сегодня по адресу Кузничная, 72-2. В районе полудня на номер 01 поступило сразу несколько звонков о том, что в частном доме полыхает веранда. На момент возгорания в двухквартирном доме находились трое взрослых и двое дошкалят. Еще двое детей постарше гуляли на улице. Дети увидели открытое пламя, значит, и горела веранда открытым пламенем, и пути эвакуации могли быть отрезаны. Они сообщили взрослым, находящихся в соседнем помещении, смежном, там было двое взрослых, и плюс мамы этих детишек. Значит, соответственно, приняли все меры для эвакуации. Прошло буквально 2-3-4 минуты, и уже горела открытым пламенем веранда соседнего, то есть вход в соседнее смежное помещение. Веранда одной из квартир выгорела полностью, пострадала кровля. Локализовать огонь пожарным удалось за 10 минут. На месте работали около 20 человек. А вот причину ЧПМ еще предстоит выяснить. Спасатели не исключают, что к беде могла привести детская шалость. И к другим темам. Более полумиллиарда рублей потратят в Преамурье на подготовку к зиме. Об этом губернатор Александр Козлов рассказал на выездном совещании. Оно состоялось в Благовещенске на котельной 74-го квартала, где сейчас идет текущий ремонт. Только ревизия и мелкий ремонт. Серьезных изменений на одной из самых крупных котельных города в этом году не планировали. Все масштабные работы провели летом 2014-го. Потратили 100 миллионов рублей. Задача года нынешнего – заменить прогоревшие ролики на ленте углеподачи в первом котле и подготовить к зиме подпиточные насосы. Они готовы к работе уже наполовину, доложили Александру Козлову. Сейчас видны работы, пошла к спускам с котлов. Выбраковываются дефектные участки, строятся новые сталь. Какие у вас конечные сроки завершения работы подготовки к котельной? У нас 12 сентября. Мелкий ремонт котельной обошелся амурским коммунальным системам в 1 миллион 100 тысяч рублей. Всего же на работы в 13 тепловых объектах потратят 58 миллионов. В частности, 600 тысяч ушло на замену котла в поселке Аэропорт. Глава области подчеркнул, коммунальщикам нужно сконцентрироваться не только на котельных, но и на состоянии перекопов, которые неизбежны при плановом ремонте теплосетей. Обратите внимание, как ваши службы будут докладываться на предмет того, как с этими перекопами работают не только на проезжей части, но и во дворах, в микрорайоне, на газонах и так далее. Потому что много жалоб от людей поступает, когда коммунальщики устраняют технологический сбой, но, к сожалению, не приводят в порядок за собой дворы, газоны и многие другие площадки, которые разрушаются в результате этой ремонтной кампании. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город». Перенести сроки капитального ремонта пожелали собственники 22 жилых домов в Благовещенске. И это вполне возможно. Нужно лишь обратиться в специальную комиссию городской администрации. Только специалисты могут дать заключение, действительно ли состояние дома требует ускорения сроков ремонта. По 15 заявлениям решения уже приняты. Их комиссия направит в региональный фонд капремонта. Между тем, в управлении ЖКХ отмечают, оплата взносов на капремонт увеличилась на 22,5%. С октября 2015 года по апрель 2016 собственники 2214 жилых домов собрали почти 497 миллионов рублей. В рамках краткосрочной программы, которая завершит свое действие в этом году, в Благовещенске отремонтировано пока только 29 домов. 32 в процессе. Дата выборов в Госдуму 2016 будет официально утверждена к 19 июня, после опубликования в СМИ соответствующего указа президента. А сегодня в Преамуре стартовала избирательная кампания по выдвижению кандидатов в региональный парламент. Теперь у желающих занять место в законодательном собрании области есть 30 дней на то, чтобы заявить о своем участии в выборах. В этом году они пройдут по смешанной системе. 18 депутатов изберут по партийным спискам, еще столько же по одномандатным округам. Для того, чтобы получить место в региональном парламенте, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей. Помимо ЗАГС-собрания, 18 сентября в Преамуре пройдут более 70 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Вернуть благовещенцам письма счастья предлагают неизвестные, представляясь при этом сотрудниками пенсионного фонда. На прошлой неделе в отделение ПФР поступило сразу несколько сообщений от горожан о странных визитерах. Специалисты просят благовещенцев быть бдительными, не сообщать никому свои персональные данные. Сотрудники пенсионного фонда напоминают, письма счастья были отменены еще в 2013 году. И предполагают, по квартирам ходят представители негосударственных фондов. Персональные данные нужны им для пополнения клиентской базы. Чтобы не передать свои накопления, неизвестно кому, благовещенцам стоит быть внимательнее. Пенсионный фонд по квартирам не ходит. Мы оказываем услуги населению в управлении пенсионного фонда «Новоселенка-20» и в МФЦ также можно подать заявление о выборе управляющей компании или о переходе в негосударственный пенсионный фонд. В том случае, если вы уже стали жертвой нечистых на руку агентов НПФ, стоит обратиться в отделение пенсионного фонда. Сделать это можно и по телефону 202-390 и 202-438. На страже порядка в Благовещенске теперь и коммунальщики. В АКС организовали первую дорожную дружину. 16 волонтеров помогают автоинспекторам не за премии и отгулы, а за идею безопасности в городе. Сергей Попов работает в водоканале, а по вечерам помогает инспекторам ГИБДД. Трудоустроиться туда не планирует. Просто хочет, чтобы на дорогах стало меньше лихачей и пьяных водителей. Следить за соблюдением правил парковки может быть понятым. Полуночные отлучки семья понимает. По крайней мере, старается понять. Как они могут реагировать? Нормально. Бывают такие ситуации, что соберемся на какое-то мероприятие, а тут дежурство. Ну что, поворчат маленечко, а мы ничего. Что же сделаешь? Дежурство есть дежурство. В первой добровольной дружине ГИБДД всего 16 человек. И все они как на подбор. Коммунальщики. Подобные группы в водоканале существовали во времена СССР и в 90-х. Сейчас традицию возрождают. В ее состав входят не только сотрудники АКС, не только сотрудники филиала АКС «Амурводоканал», но и других компаний. То есть она абсолютно открытая. Любой желающий может прийти и поучаствовать в безопасности. Естественно, АКС поддержит их премии. Работает дружина с прошлой осени. Дежурят добровольцы раз в неделю по пятницам с 9 вечера до 2 часов ночи. Но инспекторы помощь на добровольных началах используют по максимуму. Помогают в борьбе с правонарушителем. Где-то выявляют их сами. Где-то помогают в борьбе с ними. То есть, когда, например, кто-то оказывает там какое-либо неповиновение. Их привлекают также при больших, как сказать, мероприятиях городского масштаба. То есть, какой-нибудь день города. Какие-то мероприятия, связанные с перекрытием улиц. То есть, их ставят на определенные участки уличной дорожной сети для оказания помощи. Полномочия добровольцев в ГИБДД планируют расширять. Скоро они смогут выезжать на ДТП и помогать полицейским оформлять протоколы. Кристина Дворовольская, Наталья Спицына, Денис Лугов, программа «Город». По всей стране в 24-й раз отметили один из важнейших государственных праздников – День России. Торжества в честь подписания Декларации о суверенитете прошли и в Амурской столице. На концерте в День России все номера с истинно русским колоритом. А поздравление с налетом патриотизма и напоминанием «Сила в единстве». То, что мы сегодня в единстве смотрим вперед с единой целью – это для развития страны. Когда эти цели будут свершаться, наша страна будет независимая ни от кого. И мы сегодня видим, как на мировом уровне делят другие страны, они лишаются суверенитета, государственности и не могут разобраться у себя внутри. Нашу страну это горе никогда не постигнет. В честь праздника губернатор наградил восьмерых амурчан памятной медалью за заслуги перед Малой Родиной. А мэр Благовещенска отметила памятными дипломами тех, кто в День города принял активное участие в шествии. Десять организаций впервые получили дипломы победителей. «Я хочу сказать, что такая ситуация сложилась впервые за всю историю, поскольку всегда присуждалось одно место. Но настолько все было необычно, настолько все было красочно и значимо, что жители города сказали – нет, мы должны отметить всех. Поэтому сегодня спасибо всем горожанам, которые приняли участие в голосовании». Ко Дню России в Благовещенске готовили большую праздничную программу. Но некоторые акции и концерты на свежем воздухе из-за дождя пришлось отменить. Впрочем, на настроении тех, кто собирался отметить праздник во что бы то ни стало, это никак не сказалось. «Я люблю Россию. Мне повезло. Я была участником праздника в Москве по поводу десятилетия России. Я до сих пор под впечатлением, какое было грандиозное и замечательное шествие. Я считаю, что свой праздник национальный мы должны праздновать широко, радостно, с достижениями и надеждой на завтрашний день». Анжелика Павлова, Наталья Спицына, Михаил Величкин. Программа «Город». Монета «Великан» весом в килограмм стала экспонатом выставки одного предмета. Экспозиция под таким названием открылась в холле Краеведческого музея в честь 700-й годовщины российского рубля. Самая большая русская монета появилась на свет во времена Екатерины Великой и получила название «Сестрорецкий рубль». Его точную копию новодел в Краеведческий музей в 1994 году принесла дочь благовещенского коллекционера Федорова. «Сестрорецкий рубль» был произведен как пробная монета, которую планировали использовать. Но так как монета очень большая, весом тяжелая, то, соответственно, было очень неудобно ее использовать. Вес его достигает около 950 грамм и в диаметре он 75 миллиметров. То есть монета «Великан» как есть. По всему миру таких вот медных великанов не более 300. Стоят они целое состояние. Монету, что находится в Амурском музее, специалисты оценили в 17 тысяч долларов. Узнать историю становления других монет и рубля в целом благовещенцы могут в дни работы музея. Выставка проработает до 8 июля. Завтра три амурчанки представят область на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Он пройдет в Новосибирске. А через год соревнования высокого уровня планируют провести в Благовещенске. Значит, испытать себя сможет гораздо больше наших земляков. Претенденты на участие уже есть. Ну вот мой любимый компьютер, с которым я не расстаюсь ни на день. 56-летняя Ольга Колесникова – мама, бабушка и продвинутый юзер. Все вышеперечисленное – исключительно ее собственная заслуга. Женщину даже на компьютерные курсы не взяли. Сказали, все и так умеет. Работает с документами, создает презентации, а в интернете – как рыба в воде. Очень удобно проверять свои налоги. Вот налоги на имущество или на землю. Я вошла, посмотрела, есть незадлежности. Если мне уже какие-то лекарства купить, ну уже люди на пенсии. Я тут же набираю, где в какой аптеке, какие мне высвечиваются цены. И я конкретно еду в конкретную аптеку, а не просто ношусь по городу. Или как я раньше, я обзваниваю. Звоню себе, а у вас есть такой препарат? Пенсионерка настолько уверена в своих силах, что даже решилась на участие в городской олимпиаде на знания ПК. И не зря – заняла первое место. В планах более высокий уровень. Ну, как мне сын показывал, вот это и надо тут что набирать. Галина Куксова пока только пытается приручить мышь. А в багаже знания о компьютере всего три слова – монитор, клавиатура и системный блок. Но идти в ногу со временем 60-летняя горожанка намерена, несмотря ни на что. На протяжении, вот, взять мою жизнь, да, которую, как мы, первый раз видел магнитофон, первый раз там магнитофон. Ну, интересно было, когда все впервые. А тут интернет. И мне интересно, чего там за паутина такая. Через неделю пенсионерка сядет за учебную парту в компьютерной академии для пожилых людей. За пять лет существования в Благовещенске ее закончили почти три тысячи пенсионеров. Узнать о курсах более подробно и записаться все желающие могут в отделении пенсионного фонда или в Союзе пенсионеров России. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город». Благовещенские ушуисты отметили десятилетие своей федерации спортивным спектаклем. Во время представления подвели итоги своих побед. С 2006 года федерация выросла с трех энтузиастов до трех сотен спортсменов. Причем более двухсот из них за эти годы получили медали разного достоинства на местных, всероссийских и даже мировых соревнованиях. «Город». Очень интересный сюжет на самом деле. построен на том, что как в мультфильме «Конфу панда». То есть у нас и стиль животных будет в концерте, и мастера будут выступать. Было перечислено много заслуженных побед, достижений. Но самое главное достижение, то что сегодня полный зал. Много родителей вместе со своими детьми втянулись в этот спорт. Бабушки, дедушки в том числе привлечены, и будущие спортсмены станут когда-то взрослыми и также поведут за собой будущее поколение. Сборная России по футболу рискует вылететь из чемпионата Европы за плохое поведение. После стычки между нашими и английскими фанатами, УЕФА вынес командам обеих стран предупреждение. Если хулиганские действия продолжатся, сборные могут выбыть из борьбы за звание лучших в Европе. Меж тем, следующую игру россияне проведут уже завтра. В 22 часа по местному времени состоится матч с командой Словакии. Борьбу за победу, правда, всего лишь в первенстве России среди команд третьего дивизиона, продолжает и ФК «Благовещенск». 12 июня он провел игру с хабаровчанами из «Скай-Энергии-М», где одержал победу со счетом 2-0. В итоге сборная областного центра переместилась с пятого на третье место турнирной таблицы. Следующую игру «Благовещенцы» проведут 19 июня в гостях у молодежной команды «Луч-Энергия». По итогам двух игр она находится на втором месте первенства. И на сегодня это все. Напоминаю, наши новости всегда в доступе на сайте tv-город.рф. Звоните в редакцию по телефону 52-4202. Приятного вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова